Друзья, приветствую, вы на канале Ходорковский Лайф, и это программа «Чисто конкретная политика». Меня зовут Дмитрий Еловский, и я рад приветствовать Владимира Борисовича Пстухова. Доброе утро. Доброе утро, Дмитрий. Начинаем? Начинаем, хотя на самом деле я скажу, почему я сделал паузу. Я впервые задумался, что название нашей передачи перестает соответствовать реалиям, потому что в политике последнего времени мало чего чисто, но это было всегда, но становится все меньше конкретного. И сегодняшняя неделя, она такая очень сложная для комментирования, потому что у меня такое ощущение, что у нас полтора месяца где-то такой непрерывный день сурка событийный, и мы все живем в холодильнике американских выборов, и пока не придет домработница, которая его не разморозит, нам оттуда не выбраться. Похоже на то, у американцев очень большие холодильники, кстати говоря, поэтому мы все туда неплохо поместились, надо сказать. Ну подумаем о ребрендинге, может быть, как-нибудь. Знаете, на самом деле в этой сумятице я все-таки сумел отобрать, выбрать одного главного героя, это Кадыров, на мой взгляд. Те события, которые происходят в Чечне, волнуют очень и нашу аудиторию. Ну давайте я вот так просто пунктиром обозначу новости, которые приходили из этого субъекта федерации. Во-первых, Кадыров объявил кровную месть фактически сенатору Керимову и двум менее известным депутатам Государственной Думы. Во-вторых, он сказал, что за админ нарушения будет справлять на СВО. В-третьих, было ЧП накануне в Грозном, взрыв на АЗС. В общем, тоже надо разбираться, и там не все так однозначно, как говорится. Ну и Кадыров еще критикует власти в их отношении к мигрантам, то есть такая фронта. И вот один из наших зрителей говорит, что припоминает, как вы сравнивали как-то раз Кадырова с поздним Пригожиным. Это вопрос от Андрея из Пензы. И вы говорили, что глава Чечни в каком-то смысле озвучил первую редакцию декларации о суверенитете. Если противостояние Кадыровой системе, внутри системы, приближается к своей кульминации, то как она может выглядеть? Кадыров объявит своим войскам, что война с Украиной не в их интересах и запрется в Чечне. То есть все-таки марш на Москву, только наоборот, марш внутрь себя. Или это будет что-то другое? Сценарий убийства Кадырова до того, как у него появится повод для такой эскалации, и так очевиден, но кажется, что по-тихому убрать его не удастся. Ну, тут целый рой вопросов, и они противоречат друг другу. То есть я вижу проблему, конечно, не в Кадырове, я вижу проблему в Чечне. То есть я бы не стал персонализировать проблему, что-то проблема личности. Более того, Кадыров был и, видимо, остается стабилизирующим элементом. И все самое интересное, скорее всего, начнется после того, как Кадырова не станет. Потому что освоить наследство Кадырова, это еще тяжелее, чем освоить наследство Вайтборис. То есть это вам не на три копейки задача. Я думаю, что проблема состоит в том, что у каждого шкафа есть свой скелет. У этого режима тоже свой скелет, и этот скелет – Кавказская война. Я не знаю, была ли это ошибка, или это была детерминированность, но, скажем, одной из тех вещей, которая, конечно, била ельцинский режим в землю, были две Кавказские войны. Это был, конечно, единый процесс, просто как бы две волны войны на Кавказе, которые, собственно говоря, очень мощно, на виду с другими факторами, сдвинули настроение населения в пользу жесткой руки. И не просто потому, что война, а потому, что на самом деле поводов для этой войны было достаточно много. И они были неоднозначны. То есть у нас принято вытаскивать колониальную тему, но есть и тема криминала. И тот, кто помнит 90-е годы, не было практически дня, чтобы тема участия и соучастия чеченских криминальных формирований в тех или иных преступлениях на территории всей России не было в повестке дня. То есть это был вопрос, который изводил. То есть вот в некотором смысле страна вернулась к концу 18-го, начала 19-го века, когда она жила от набега до набега. И одновременно было огромное количество все-таки того же вот этого фунфаронства, самодержавности, спеси, этой наглости. То есть, ну как бы из песни слова не выкинешь. То есть была довольно сложная ситуация, которую режим Ельцина разрешить не мог. И его, в общем, потом смоделировали в качестве одного из основных пунктов легитимизации будущего Путина. И дальше, в общем, ситуация была разрешена методами не военными, на самом деле. Ситуация была разрешена методами спецоперации, некоторым индивидуальным террором, непонятной гибелью отца Кадырова и заключением некой личной унии с одним из чеченских кланов, который превратился в наместника Москвы в регионе. И взял на себя полицейские функции над этим регионом. А взамен за эти полицейские функции потребовал, как Шура Балаганов, как Остап Бендеру Шура Балаганова массу мелких бюджетных услуг, которые со временем превратились в очень немелкие. И вот эта ситуация, когда все держится на личной унии с одним единственным кланом, этот клан является гарантом невозвращения к ситуации 90-х, этому клану надо платить дань, де-факто, ну или, если хотите, не дань, то оплачивать его полицейские услуги в регионе. И этот клан осознает свою уникальность и незаменимость. И поскольку он осознает свою уникальность и незаменимость, он абсолютно в духе все тех же 90-х качает права. А качая права, он возвращается обратно в Россию во всем том боевом раскрасе, в котором он там и присутствует. То есть мы возвращаемся туда, откуда уходили. То есть Чечню не удалось удержать в пределах ее границ. Можно в равной степени сегодня говорить о оккупации России и Чечни и оккупации России и Чечней. То есть происходит на самом деле чеченизация русской жизни, вторичная. Мы это видим по очень активному участию Кадырова в десятках, если не сотнях, бизнес-конфликтов, где он пытается выступать арбитром, подменяя собой российское правосудие, правоохранительные органы. И Вайлберрис – это только ягодка на торте. То есть мы видим, как Кадыров везде и всюду требует своего куска. Не он лично, а его клан. Мы видим, что сопротивление этому клану оказывается вялое. Люди просто боятся. Мы помним историю с Даноном, например. Это такой немалый кусок. Не менее интересный, чем Вайлберрис. В чем-то менее, в чем-то более. Мы помним массу других историй. А людей это раздражает. Начинает расти та же реакция, которая как раз формировала недовольство Ельцинского режима в конце 90-х. То есть реакция некого бессилия. Русский человек, он тоже не ангел. Смешно сейчас звучит, особенно на фоне всего того, что Россия делает в Украине. И, соответственно, это все накладывается на ксенофобию, вот эту предвзятость по отношению к кавказцам, которая никуда не делась, всегда жила. Растет раздражение. Особенно это раздражение растет в силовом сегменте. Потому что Кадыров во многих случаях проламывает и следаков, и оперов, и возит их морды по столу в реальности. То есть при всяком столкновении вопрос решается не по закону, а по понятиям. И он по понятиям решается зачастую именно в пользу Кадырова. Сколько его там уже раз хоронили прямо и косвенно, он возникает в кабинете Путина. Что там происходит? Черный ящик, но все рассасывается. А все остальные поджахвасты отползают. И эта ситуация становится все более и более раздражающей. В конце концов, есть и другие люди. И в конечном счете начинают находиться противовесы. И вот интерес сегодняшней ситуации состоит не в том, что идет чеченизация, она идет все последние годы. А в том, что сопротивление ей растет. Вот это вот не было последние годы. Потому что в последние годы эта проблема только нарастала, он распространялся вширь. и все поджахвасты уходили. И вдруг появляется Керимов, который проходит с помощью войнов в кабинет Путина и решает вопрос поперек Кадырова. Причем, кстати, не факт, что Керимов в этом споре прав. Вот что смешно. Что в этом случае Кадыров, как сломанные часы, возможно, показывает правильное время. Но это уже никакого значения не имеет. То есть мы видим, что вот этот вот конфликт, он начинает прорываться наружу. Я написал, что я до сих пор не знаю природы этого нарыва и почему он прорвался. То есть можно сказать, что ты не управляешься, а можно сказать, что Керим пытается уже каким-то образом поимперски разводить игроков и сталкивать лбами друг с другом. Тоже возможно. Потому что он не знает, что с этой проблемой делать. То есть я вижу не проблему какой-то личности Кадырова. Я вижу проблему управленческую, проблему политическую, проблему цивилизационную. Нечто, что было чумой 90-х годов, не было преодолено, вакцину никто не изобрел, а было закопано на кладбище скелетов 90-х. Это чумное кладбище 20 лет там никто не трогал, а тут по нему прошел экскаватор войны в Украине, так все активизировалось, и похоже, что мы этот черной могильничек вскрыли. И он начинает гулять опять. Мое личное убеждение в том, что Россия на том или ином этапе не избежать очередной Кавказской войны, и что в общем есть определенная ирония истории, которую никто не отменял, что то, с чего этот режим начался, тем он и закончится. Как вы думаете, чья зависимость больше, существеннее, важнее, Кремля от клана Кадырова или клана Кадырова от Москвы, считая, от федерального бюджета? Ну, я думаю, что это спор из разряда курицы или яйцо, потому что это взаимозависимость, этим все сказано. Но существенное значение политическое имеет зависимость Кремля от Кадырова, а зависимость Кадырова от Кремля имеет меньшее политическое значение, потому что именно второе является таким стратегическим политическим фактором, который будет сказываться на общей федеральной повестке. Друзья, напоминаю, что YouTube работает так, что вы ставите лайки и больше людей видит наше видео, наш контент. Пожалуйста, не забывайте это делать, это важно. Ну и подпишитесь на Хатарковский лайв, у нас много важного, хорошего, интересного контента. Давайте в комментариях обсудим этот эфир, эту программу. Владимир Борисович, про Чечню еще хотелось бы поговорить, но все-таки Кадыров, можно сказать, что Кадыров новый, новый Пригожин или когда-нибудь им станет. Знаете, я не пропустил мимо ушей то, что вы сказали в самом начале. Думал, вы не вернетесь, но вы упорны и уперты. Я не думаю, что за прибилами публицистики это будет корректным сравнением. В мире животных мы понимаем, что если совершенно разные животные попадают в сходные условия существования, то у них приспособление, мимикрия движется в одном направлении. То есть, они разные, но приобретают там, условно говоря, если ты живешь в пустыне, то совершенно разные твари приобретают соответствующий пустынный окрас. В джунглях все более яркие. Я думаю, что Пригожин и Кадыров были похожи именно внешне, потому что условия времени предполагали сходный механизм адаптации. Но при этом они совершенно представляли разные явления, разные течения в русской жизни. Пригожин это в некоторой степени ну такой случайный более продукт, чем Кадыров. Поэтому как бы и сошел просто в небытие. В общем, это была в значительной степени субъективная проблема. я никогда не забуду ошеломленное выражение лица собственно куратора и создателя Пригожина, человека, который его сгенерировал, генерал Алексеева, который в момент этих событий 23-24 июня прошлого года сказал, что ничем кроме сумасшествия он происходящее объяснить не может. То есть там был в существенной степени значение великого этого элемента головокружения от успеха. То есть Пригожин действительно абсолютно диспропорционально оценивал свою личность и роль в истории по какому-то стечению обстоятельств генетически он оказался очень даровитым публицистом и война просто вскрыла этот дар и талант. Окунувшись в ужас войны у него произошел действительно такой морально-нравственный какой-то сдвиг и в силу каких-то обстоятельств на какое-то время он стал голосом той части фронта которая выражала недовольство всем происходящим это был такой вот набор случайностей из которого образовался смерч Кадыров это другое Кадыров это другое потому что здесь как я сказал есть под этой независимостью есть совершенно другая основа при всем при том за Пригожиным стояла банда очень большая банда но при этом не на его деньги создан он гулял на чужие Кадыров тоже конечно гуляет на чужие но за ним стоит народ Кадыров представляет огромный талантливый упертый никогда не смирившийся вот один из тех народов который никогда не смирился со своей колонизацией где колонизация была в чистом виде вот именно в чистом виде не так как в других случаях когда это был такой процесс взаимовлияния и сотворчества то есть за Кадыров стоит народ и это много решает то есть это проблема которую нельзя решить персонально то есть нет Пригожина нет проблемы Вахнера нет Кадырова все проблемы остались и даже утроились Возможно ли такое что Чечня когда-нибудь возглавит парад суверенитетов Слушайте вы предлагаете заглянуть за такой отдаленный горизонт мое личное ощущение состоит в том что в том будущем переформатировании которое ждет Россию проблема не Чечни а проблема всего северного Кавказа ну как может быть проблема еще одной двух окраинных территорий будет стоять особняком вот не будет этой проблемы парада суверенитетов она имела совершенно другую природу в 90-е годы чем часто вкладывают в нее какой-то там смысл будет отдельно пройти процесс децентрализации и федерализации власти в России это будет один процесс и будет отдельно идти процесс разрешения споров с некоторым количеством субъектов чья интеграция российско-культурное и политическое пространство была и остается очень условной и держащейся ну в значительной степени на насилие я бы сказал что этим территориям предстоит сделать очень непростой выбор я бы не стал сразу говорить что там сто процентов эти территории отпадут потому что у народов а не у кланов на этих территориях есть серьезная мотивация как стремиться к своей независимости так и оставаться частью единого экономического как минимум ну а как следствие политического пространства России поскольку в этом причем при том есть существенная выгода но вопрос будет решаться сложно поэтому я бы не ставил Чечню а вместе с ней или Северный Кавказ в одну линейку с теми процессами которые будут происходить на остальной территории России это отдельный вопрос это не вопрос парада суверенитета это вопрос повторного разрешения вопроса о независимости этих территорий и в идеальном варианте он должен разрешиться путем выявления какой-то все-таки определенной воли у этих территорий либо они входят в общее экономическое и политическое пространство но тогда на равных со всеми условиях то есть это в том числе тогда должно быть и единое правовое пространство либо они должны это пространство покинуть ситуация при которой существуют совершенно разные правовые режимы для России и для этих территорий когда российский закон де-факто там не действует а он де-факто там не действует она неприемлема потому что она отравляет и разлагает не только эти территории она разлагает именно Россию то есть там нужно достигнуть какой-то определенности либо в одну либо в другую сторону либо это интеграция но не в эту имперскую Россию в какую-то другую с принятием общеправового режима либо это желательно цивилизованный развод я про Кадырова хотел еще одну вещь точнить последнюю наверное если у них с Путиным созависимые отношения если существует уния то почему Кадыров периодически позволяет себе довольно такую жесткую серьезную критику и Москвы и временами специальной военной операции такая фронта ну потому что не бывает этих идеальных отношений там что такое Путин знаете я когда-то читал было исследование ну почему как бы очень трудно принимать стратегические решения кто-то исследовал в годы Второй мировой войны загрузку командующего Тихоокеанским флотом США там детали могу уже забыть это лет 20 назад там читал ну в общем там оказывалось что по количеству управленческих решений которые командующий должен принимать у него на каждый вопрос есть 2 секунды но я должен сказать что при всем при том позиция Путина не синекура особенно сейчас и не надо упрощать ситуацию то есть собственно сам Путин принимает в реальности очень мало решений то есть он у него нет другого варианта кроме как делегировать те или иные крупные блоки своим прокси дальше прокси эти они очень разнообразные и у них разные вкусы и стили как кто-то тоже еще в начале нулевых однажды из окружения Путина произнес такую фразу что проблема друзей Путина состоит в том что что их очень много и будучи друзьями Путина они не являются друзьями друг другу то есть они как бы замкнуты они как бы мы говорим путинский клан да но там есть проблемка они объединены в клан через центр знаете как Москва является транспортным узлом для всей России хочешь попасть из Ярославля там условно говоря в Тамбов ты не можешь прямо проехать ты там поедешь через Москву и такие все друзья Путина хочет там Сечин с Чемизовым выяснить отношения он же их не напрямую выясняет он их выясняет через Путина то есть все равно что в Тамбов съездить и поэтому вопрос собственно сводится к тому что противоречия возникают не с Путиным противоречия возникают с огромным количеством самых разных людей по самым разным поводам и до Путина не допрыгнешь но ты можешь с ним встретиться там раз три месяца а в условиях войны это еще тяжелее и там что-то перетереть а так приходится скажем на ножах быть сначала переносно в смысле а судя по последним сообщениям уже в прямом и Кадыру приходится постоянно как бы переподтверждать свое право на избранность то есть показывать свою силу демонстрировать что он в этом паханате один из главных паханов то есть это требует вот этих постоянных вот таких стычек демонстрации силы демонстрации того что я могу я могу больше чем вы мне все позволено плюс у него появляется очень много идентичности у Кадырова то есть он потихоньку ну это тоже возможно личностно уже возможно как бы логика борьбы его выталкивает он становится для как центр силы представителем там всех кавказцев представителем как бы всех мусульман России представителем вообще всех мусульман то есть он выходит за пределы просто губернатор проблемной территории он потихоньку за эти годы обрел статус лидера определенной социальной конфессиональной там какой-то группы там все не просто но он претендует на него и в этом качестве он тоже должен условно говоря соответствовать ожиданиям вот отсюда вот сейчас напряжение идет с этим миграционным бредом который сейчас на самом деле ну то есть сейчас в принципе государственная политика в области миграция она перешла из экономического блока который раньше более-менее как-то контролировал в силовой и в силовой идеологический соответственно там просто начался фестиваль дурости и это ну соответственно усиливает напряжение в тех кругах которые являются скажем так паствой Кадырова он должен это выражать то есть дело не в Путине понимаете у него сколько угодно могут отношения Путина если бы их не было то давно бы это все снеслось но с Путиным он разруливает вопросы в их критической фазе время от времени а со всеми остальными просто воюет еще не хочу уходить наверное от Кадырова наверное все-таки самый распоследний вопрос вспомнил что у нас был от Максуда из Германии нашего зрителя вопрос вспоминая про то что Кадыров пехотинец Путина вот насколько это действительно так то есть насколько это связь конкретно к Путину а не к режиму не к Кремлю не к Москве то есть вот Максуд присняет Путина не будет и Кадыров в Чечне они как-то поменяют свой договор с Россией или нет то есть то что вот в Чечне это персонализированная история это мы поняли а вот в ту сторону ну там есть большая вероятность что уния конечно разрушится потому что здесь гигантские вот в такого рода отношениях главная валюта это доверие ни рубли ни евро ни доллар доверие и вот без этой химии доверия ну ничего не решишь и при всем при том между Путиным и Кадыровым этот некий элемент доверия есть мы видим что в самых критичных ситуациях они как бы разруливают то что между ними возникает значит когда придет кто-то другой то эта валюта будет в дефиците но прежде всего потому что в Апер Кадыров не будет верить и не будет их ни во что ставить потому что он будет как дедом в Советском армии будет уже стариком понимаете на фоне тех смешно да все-таки надо понимать что здесь есть такой персональный момент мы должны не забывать обстоятельства в которых Кадыров пришел в пластик то есть пришел мальчишка я не помню сколько там было 18 по-моему или это чуть больше того который реально Путиным какой-то период временем он как бы воспитывался прямо и через дядьки там были приставлены к нему но он в определенной степени продукт Путина и это не выбросишь потом наступают уже разочарования и осмысления и люди становятся самостоятельно но это часть жизни и Путин там проявился как оказалось ему доверие мы там не знаем что произошло то есть я до конца на самом деле расследование про то что случилось с Ахматом Кадыровым никогда не видел возможно там были найдены виновные но как-то в общем с заказчиками я что-то не слышал там была какая-то стопроцентная ясность но мог пропустить что-то но в любом случае уже на этапе когда это случилось Путин конечно огромный кредит доверия Кадырову дал и тогда это было неоднозначное решение там были и другие кандидаты поэтому мне кажется что будет очень сложно восстановить эту унию именно потому что очень сложно будет Кадырову с кем-то другим да и будет ли там один это другой тоже понимаете с коллективом трудно установить такого рода отношения вы вот в начале программы сетывали что у нас какая-то неконкретная политика вот по-моему первый блок как раз очень конкретный получился переходим к другим темам приглашаю вас на прогулку в охотный ряд спикер Володин проект расчеловечивания о котором он написал довольно большой и увесистый пост в общем вкратце если сказать то это какой-то план до леса 2.0 мол у запада значит есть некий план по расчеловечиванию мира среди которого значит и ЛГБТ и квадроберы и стирание границ личности чтобы потом превратить значит все в послушных эмбрионов и лишить их всех возможных прав и свобод при этом конечно никаких доказательств по существованию этого плана не Володя не предоставил Владимир Борисович хотелось бы вас попросить прокомментировать это почему вдруг появляются такие ну прям вот конспирологические теории неужели вдруг зачем-то понадобилась какая-то теоретическая база под то чтобы мочить меньшинство в России тут самое интересное что она именно от Володина исходит а все остальное менее интересно вы знаете ну тут нечего комментировать честно говоря я могу конечно сейчас как Остап Бендер мог гнать самогон из чего угодно включая табуретку и получать табуретовку но можно конечно и на этой базе развить какую-то пастуховскую теорию и табуретовка русской жизни но честно говоря ну мы будем сталкиваться сейчас с этими явлениями повсеместно русская жизнь заходит в тупик причем притом это тупик это тупик войны это тупик тоталитарной системы это тупик закрытого общества гной нет выхода он накапливается внутри и все делают вид что это загар но это в общем на самом деле не загар это такой нездоровый румянец и поэтому будут два явления безусловно развиваться спонтанно как следствие какого-то внутреннего гниения одно это мы с вами обсуждали уже один раз это безусловно мистицизм ну которого будет довольно много и вообще склонность к всему иррациональному конспирологии к чудесам античудесам а второе рядом с этим ну будет конечно происходить такое искусственное оглубление меня вот эта тема очень сильно волнует последнее время потому что ну вытащили Володина но можно вытащить десятки заявлений там о сокращении образования ну действительно с этими квадроберами это уж совсем в прямом смысле слова докопались до мышей никогда не думал что как бы вот до этого дойдет но понимаете действительно вдруг выясняется что люди искусственно глупеют и оглупление является формой адаптации то есть некое искусственное самоограничение собственных интеллектуальных возможностей на определенных этапах жизни развития общества способствует выживанию популяции это идет какой-то инстинкт понимаете ну вот условно говоря во время испанской инквизиции опасно было быть слишком красивой женщиной то есть это действительно потом сильно сказалось на том как выглядели люди через какое-то количество поколений правда потом конечно природа человеческая богата все восстанавливается а сейчас в общем достаточно опасно быть слишком умным соответственно люди не глупые по природе своей приобретают некие качества полудурков и начинают фонтанировать какими-то совершенно сногсшибательными инициативами ну вот мне особенно нравится все что связано с детородностью то есть понимаете это точно по губерману идея брошенная в массы что девка брошенная в полк то есть вот это вот идея которая была понятна всем еще на рубеже десятых о том что демографическая проблема ну не всем но по крайней мере самым умным в том числе в Кремле что демографическая ситуация это ключевой фактор риска для России вот эта идея которая пандемией и войной превратилась просто в домокл меч над Россией она была вот как-то самая девка брошена в массы и над ней как-то очень жестоко надругались судя по всему потому что все эти идеи стимуляции рождаемости в условиях войны все эти идеи налога на бездетность все ну то есть это там просто фестиваль какой-то косности необразованности я часто задаю вопрос это действительно так что вот негативный отбор выводит на поверхность совершеннейших идиотов но я себя останавливаю я понимаю что нет что эти люди зачастую просто отключают с нерадобностью мешающие им выживать как бы ресурсы своего мозга и начинают паясничать понимаете это вот эта глупость это паясничание это попытка таким образом продвинуться обратить на себя внимание и наоборот как бы отвести от себя внимание сказать что я такой же глупый как все это вот такое явление и оно как бы видимо охватывает не только середняков системы но начинает проникать уже и на самый верх и уже и Володину надо показать что он так же глуп как и все остальные предлагаю перейти к вопросам наших зрителей вот вопрос про красные линии запада например от Вальдемара из Ламберга запад старается не втянуться войну боится эскалации не дает разрешение на использование длиннобойных ракет по территории России какая красная черта у запада после которой он пойдет на эскалацию как вы думаете ну то вы понимаете красная черта у запада когда он пойдет на эскалацию это тогда когда война будет на территории запада пока война не на его территории соответственно он будет делать все возможное чтобы она там и оставалась ну считайте что его красная черта это стремление не расширить зону конфликта за пределы Украины ну то есть это блок НАТО или это что-то шире потому что может быть и запад но там без блока НАТО например а что у нас на западе без блока НАТО не знаю Молдова например ну Молдова Молдова это Украина только меньше нет я думаю что на западе все что касается бывшего постсоветского пространства рассматривают как такое поле для соревнования не догнал так согрелся но никто не будет ради достижения некого результата на этих территориях ну скажем доводить эскалацию до третьей ядерной войны вопрос от нашей зрительницы из России любовь рассказывает свою историю недавно повторно была в одном маленьком городке в котором имеется военный завод да и почему бы ему не быть народник калашникова такое наблюдение зиги и билборды с агитацией исчезли люди ходят возле стен с колючкой и продают флажки с чебурашкой когнитивный диссонанс просто сносит все настройки в голове как вы считаете это такой процесс вымещения информации люди просто продали душу дьяволу счастливым монеткам чебурашка претендует теперь стать символом войны по примеру олимпийских зверюшек я честно говоря даже не понял вопрос скажите кто на ком стоит или лежит то есть где просто как-то вы так быстро прочитали где там ходят чебурашки по-моему чебурашки ходят везде как вы думаете является ли появление чебурашек вместо зиг и билбордов с агитацией про пример вымещения информации ну вот давайте просто объясним почему чебурашки появились на смену зигам зетам военной агитации и так далее ваша теория ну во первых я не склонен генерализировать отдельно взятое событие но где-то в одном отдельно взятом месте может кто-то чебурахнулся и прошел с чебурашками из этого не надо делать вывод о том что-то произошло по всей России вот у вас есть информация что по всей России Z и V реклама заменилась чебурашками я этого не встречал честно говоря пока то есть возможно это какой-то артефакт и мы сейчас будем с вами по этому поводу теоретизировать у меня была совершенно другая информация вовсе в свое время люди обращали внимание на то что вот это вот Z V символика она очень сильно естественно напоминает символику нацистской Германии и когда людям которые такой апокриф я его не могу не подтвердить не опровергнуть когда людям которые занят разработкой скажем так эстетической части пропаганды Кремля задавали этот вопрос не жмет ли им такое вот сходство то ответ был весьма прямой и честный ну конечно кулуарный что после излучения как бы эффективности наглядной агитации ну пришли к выводу о том что наглядная агитация нацистской Германии была невероятно на высоком уровне в общем как бы показала свою высокую степень надежности и живучести поэтому в общем пытались изобразить нечто подобное поэтому я честно говоря сомневаюсь что они откажутся от столь продуктивной идеи во первых потому что чебурашка слишком неоднозначный символ для этого понимаете он слишком много для этого улыбается а мобилизованное общество должно быть хмурым и геометрически определенным поэтому думаю что это вряд ли получит развитие честно говоря я думаю что мы все-таки имеем дело с артефактом ну каким-то девиационным поведением за сообщество продолжаем тему культуры Сергей из Нижнего Новгорода отправил нам вопрос вы говорите о деградации русской культуры ее редакции в России до Кацавеек а где по-вашему сейчас мировой культурный центр откуда можно будет брать ресурсы для последующего восстановления культуры и что с культурой на украинской земле как видите ее движение потому что из официальных информационных каналов да и не только в России видны преимущественные вышиванки и прыжки на Майдане что тоже сродни Кацавейкам и Гойде а если все же говорить о христианской культуре вы знаете ну каждый должен как бы вести разговор в пределы своей компетенции я не знаю что видно там с вышиванками и Кацавейками с моей точки зрения культура не умирает ни в России ни в Украине в конечном счете и в Украине идет очень сложный и очень непростой процесс осмысления новой реальности и там продолжается культурная жизнь это огромная страна со своей уже традицией культуры я почему-то как раз в развитии украинской культуры верю я верю потому что в общем такие вещи как культура они развиваются через боль а более сейчас в Украине более чем достаточно и может быть но очень мало времени прошло понимаете что отражение каких-то явлений глобального масштаба в культуре оно не происходит как фотографический слепок снял вот все вот она пошла новая культура но то что этот разлом который пережил и переживает украинский народ отразится в культуре отразится через рефлексию войдет в новое искусство в новую эстетику я думаю что это произойдет то же самое я наверное думаю о России но это будет просто сложнее сделать потому что здесь как бы боль неосмысленная здесь пока боль для чужих понимаете и эта боль осмысляется только очень небольшой частью населения остальная часть населения находится в анабиосе но когда она проснется во-первых мало не покажется во-вторых это будет да такой же как бы разлом и такая же боль но просто там еще времени настало поэтому я не думаю что культуру я говорил о том что след ну не я сказал я повторил только эту красивую фразу Михаила Эпштейна что то что Россия переживает это дефолт культуры она очень точная но как я сказал дефолт это не приговор он может быть приговором а может быть и нет дефолт просто это состояние из которого ты не можешь выбраться без чрезвычайных мер то есть без посторонней помощи то есть ты должен выбираться из него либо с помощью внешнего управления либо с помощью кризисного управления так что дефолт культуры это вещь страшная но при этом с моей точки зрения ну такой же дефолт культуры был например на рубеже 16-17 веков ну как бы Россия из него вышла и там просуществовало и там много чего было за это время как плохого так и хорошего поэтому я думаю что культура пока не жив все время подпитывается внутренним ресурсом что касается какого-то места которое является светочем то к сожалению все то что происходит с Украиной и с Россией это не изолированные вещи мы наблюдаем что в целом культура сейчас испытывает напряжение что такие же тяжелейшие процессы происходят и на Западе и это тоже своего рода сейчас культурный разлом и попытка найти какие-то новые ориентиры мы видим очень много проблем здесь и это все связано с тем что человечество находится на фантастическом переломе когда оно столкнулось с вызовами глобальными с которыми раньше никогда не сталкивалось в том числе теми которые созданы его собственными руками и ему надо это как-то пережить и переварить просто мы некая такая ослабленная часть мирового культурного пространства и как говорила моя врач когда-то в молодости на стрессе всегда звенит слабое место вот сейчас человечество в целом испытывает некий стресс перехода в какое-то новое качество и на этом стрессе тяжело всем но больше всего конечно звенит вот на периферии система а к сожалению Россия и Украина оказались периферии европейской цивилизации поэтому там больше звенит мне кажется что это общечеловеческие качества их можно в разные периоды истории перенести на любой другой народ понимаете к сожалению каждый народ свою историю проходит пики и падения точки пика и точки падения часто они не совпадают у разных народов но к сожалению природа человеческой здесь одинаковая что у русских что у украинцев что у немцев что у англичан мы все ходим всегда между раем и адом и всегда очень легко навернуться и упасть в ад это очень трудно оттуда выбраться никто не застрахован да сейчас сейчас подскользнулся русский народ довольно глубоко упал к сожалению но это не значит что все остальные застрахованы я не стал бы это атрибутировать по национальному признаку напомню что вопросы я принимаю в своем телеграм-канале ссылка есть в описании там же вы найдете ссылку на телеграм-канал Владимира Пастухова и на пастуховские кухни сайт проект Владимира Борисовича и его сына Борис Владимирович спасибо за разговор и до встречи через неделю спасибо большое Дмитрий до встречи всего доброго не уходите без лайка и без подписки на Хатарковский лайф проверьте с нами ли вы будем вместе всем пока всем пока субтитры